И скорее всего министр промышленности Мантуров Денис Валентинович сказал, что вроде бы как будет до заявки. Я думаю, что они в начале года объявят дозаявочную комиссию на следующий год. Сейчас как бы тема типа уже закрыта, сейчас идет отбор этих компаний, которым заключат КППК. Основной принцип КППК, для чего в него надо входить, для тех, кто производители продукции по 191-го поставлены. Первое, приоритет получения компенсации сразу. Транспортная субсидия, приоритет всех, кто участники КППК. Раз. И второй вариант. Минус 4% годовых по всем кредитам. Минус 4. Сразу. Банку дается 4%. Вот если банк вас финансирует, а вы в программе КППК, минус 4%. Инвестиционные финансирования и постэкспортные финансирования. Будем сегодня много рассказывать, я расскажу. Инвестиционные финансирования связаны с созданием экспортно-ориентированных производств. Вот так. Ну то есть можно представить себе, что сейчас там евро 4,5 где-то дает. 6 в долларах примерно рыночная цена. Минус 4-2 в долларах евро будет 1-1,5%. Евро. Годовую. Хороший. Так, хорошо, да, про два поставления с вами поговорили, поэтому есть шанс, но посмотрите, проверяется, по крайней мере, это интересно. В рамках, слышал, что возможно это будет, но у нас есть пилотный проект Республики Башкортостан, где такая же субсидирование есть логистики. В этом году выделено 40 миллионов рублей там только, но там есть возможность, ну это предприятия Республики Башкортостан, которые от Грузии Мякин, могут получить субсидию до миллиона рублей. Соответственно, этот пока опыт уникальный в России, но уже в следующем году там объявили многие центры поддержки экспорта, чтобы, скорее всего, будут тоже внедрять данную программу для того, чтобы активизировать экспортеров, и чтобы они могли улучшить свои финансовые положения с точки зрения замещения затрат на логистику, поэтому, но там есть определенные, опять же, обязательства, ну, по крайней мере, у нас в региональной программе, что размер контрактов должен превышать пятикратно объем полученных субсидий. То есть в следующем году вы должны, получили миллион рублей, в следующем году вы должны подтвердить, что вы отгрузили минимум на 5 миллионов. Ну, когда, в принципе, это нормальная история, для того, чтобы вы активизировали экспортный день. Хорошо. Переходим к следующему моменту. Сейчас с вами поговорим про условия оплаты, про методы расчетов и средства платежа. Что такое международные расчеты? Наиболее часто в экспортной деятельности применяются банковские переводы, инкассо и аккредитивы. Банковский перевод осуществляется в форме платежных поручений. Импортер оформляет в своем банке платежное поручение, на основании которого его банк совершает перевод в пользу получателя-экспортера. Инкассо – поручение экспортера своему банку получить от иностранного покупателя, импортера, непосредственно или через другой банк, определенную денежную сумму или подтверждение, что эта сумма будет выплачена в установленный срок. Платежи по инкассо проходят пять этапов. Экспортер осуществляет отгрузку товара. Он передает своему банку инкассовое поручение и товаросопроводительные документы. Банк экспортера направляет весь пакет документов и инкассовое поручение банку иностранного покупателя. Банк иностранного покупателя предъявляет документы своему клиенту. Иностранный покупатель акцептует инкассовое поручение. Полученная от иностранного покупателя сумма платежа переводится банком на счет банка-экспортера, который, в свою очередь, зачисляет ее на счет экспортера. Аккредитивная форма расчетов – это обязательство банка оплатить по поручению импортера требуемую сумму в оговоренный срок против товарных документов, записанных в аккредитивном заявлении импортера. Операция с аккредитивом также проходит пять основных этапов. Иностранный покупатель дает поручение своему банку открыть аккредитив в пользу экспортера на определенную сумму и на оговоренный срок. В поручении на открытие аккредитива он сообщает банку перечень документов, против которых могут быть выплачены суммы аккредитива. Банк иностранного покупателя передает информацию банку-экспортера. Банк-экспортера, в случае необходимости, подтверждает аккредитив. Экспортер осуществляет отгрузку товара и извещает иностранного покупателя. Экспортер предъявляет своему банку документы, перечень которых содержится в контракте и поручении об открытии аккредитива, и получает против этих документов причитающуюся сумму платежа. Банк экспортера пересылает товарные документы банку иностранного покупателя, а тот вручает их своему клиенту. Основные отличия имкассо от аккредитива заключаются в следующем. Имкассо оформляет экспортер, а заявление на открытие аккредитива оформляет иностранный покупатель, импортер. В случае имкассо банк не несет обязательств по оплате, а выступает лишь в качестве посредника, передающего документы только против платежа. При имкассо экспортер сначала совершает отгрузку товара, а затем в банк иностранного покупателя направляется имкассовое поручение с документами. При аккредитивной форме расчетов сначала оформляется аккредитив в пользу экспортера, а затем уже происходит отправка товара. Так, когда мы сейчас с вами поговорим про условия платежа и методов расчета, ну как видите, надо понимать разницу между условиями платежа и методами расчета. Условия платежа. Всеми нам любимый аванс. И какая наша мечта? Наша мечта, конечно, получить аванс 100%. Спокойно приступить к исполнению экспортного контракта, потом его отгрузить и, соответственно, нести минимум риска с точки зрения получения денег. Но в рамках международной практики все-таки базово рассматриваются два варианта аванса. Первый аванс это порядка 15%. Это какие-то какие-то данные. Для чего 15% получить экспортера? Зачем платить экспортер? Вот так, условно. 10%. Зафиксировать намерение. Зафиксировать намерение, правильно. Подтвердить серьезность намерения, соответственно, передать какую-то сумму. И чтобы экспортер приступил к исполнению экспортного контракта и начал на производство данной продукции. Соответственно, конечно же, аванс может частично финансировать ваши затраты на исполнение экспортного контракта. Это может быть 50% стоимости контракта. В этом случае, скорее всего, экспортер уже попросит у вас гарантию возврата аванса платежа. Но надо понимать, что у вас первый раз с этим данным контрактом. Скорее всего, в такой аванс вам придется предоставить какие-то финансовые документы. Потому что как с нашей стороны, так и с их стороны у нас есть определенное недоверие друг к другу. Мы не понимаем, кому мы отправляем в Российскую Федерацию, где потом мы будем бегать по себе и искать эти деньги. Совсем абстрактно говорю, но очень часто бывают такие истории, что Российская Федерация не является безрисковым контрагентом с точки зрения различных политических или других рисков. Хорошо. Аванс, предоплата. В чем разница между авансом и предоплатой? Аванс, часть суммы. Аванс, часть суммы, предоплата, полная сумма. В принципе, да. Базово мы разделяем эти два условия платежа. И под предоплатой мы понимаем следующее. Когда ваш товар уже готов к отгрузке, соответственно, он упакован, принят, собран, разобран, наоборот, в каком-то виде. Вы сообщаете вашему контрагенту о том, что данный товар готов к отгрузке и просим вас оплатить деньги по условиям контракта. Соответственно, вы получаете деньги, видите их на расчетном счете, готовите груз к отправке, отправляете его. Соответственно, опять же, все риски с точки зрения неполучения валютной выручки вас снимаются в этом случае, и вы спокойно спите, да? Смотрите, я просто еще раз хочу акцентировать ваше внимание. Аванс, предоплата, это абсолютно разные финансовые понятия международного финансового правила. И в контракте они пишутся по-разному. И разные юридические последствия. У предоплаты последствий вообще никаких нет, и защиты никакой нет со стороны того, кто вам платит предоплату. Аванс защищен. Гарантией возврата аванса. Гарантии предоплаты не существует такого финансового инструмента, гарантируя предоплату. Поэтому, если вы в контракте запишите prepayment, это предоплата. Если вы, как платили, запишите адванс или адванс, или адванс, prepayment, это будет авансовый платеж. Разные вообще формулировки. И они будут понимать по-разному. Понятно? То есть вот это для вас должно быть четко. Потому что для аванса предоплата в России это практически одно иное. У нас предоплата, это... Мы еще не произвели товар, и аванс не произвели товар. На самом деле аванс это способ финансирования сделки. У вас товара нет, вы его только стартанули на производство. Предоплата, товар лежит, как Ренат сказал, прямо уже на складе. Все, он готов к отгрузке. Поэтому разные последствия, разного немножко не конец. Хорошо, следующий слой поддержает, это оплата против документов. И что есть такое? Что такое оплата против документов? Документы предоставили. Какие документы? Транспорт. Течение оплаты. Да, документы могут быть раз, но очень часто мы ставили с тем, что необходимо предоставить какой-то транспортный документ. Вчера хотел проходить, какие транспортные документы могут быть? На разных этих транспортах. Остаточное знание. Простите. Вчера. Коносамин, ЦМР, АВЕРНОКЛАДНАЯ, ИЖД, да? Предоставление этих документов, плюс декларация товара, к примеру, вы показываете о том, что вы исполнили свои обязательства с точки зрения ангрузки товара. Товар отгружен, он находится в пути. И вы эти документы передаете, например, в банк, в военкассу, вы дальше работаете с этим расчетом. Соответственно, вы показываете вашему контрагенту, что это все. Ваши обязательства исполнены, товар в пути, и вы издаете денег. Соответственно, пока товар в пути, но базово вы должны получить деньги, свой расчетный счет. Опять, риски для экспортера с точки зрения, ну, уже ниже, в принципе, они остаются. С точки зрения, ну, клиент может не оплатить данный товар, пока он в пути, ну, и могут возникнуть проблемы, там, с приемкой, например, данного товара, потом на месте вашего потребления. Хорошо, и отсрочка платежа, соответственно, конечно. Отсрочка платежа, условия оплаты, которые, ну, подразумевают между собой сначала производство и отгрузку товара, и потом в таком периоде времени получение данного товара, получение данных денег в представленном документе по инвойсе, по формированию, ну, соответственно, в рамках экспортного контракта. Методы расчетов. Мы только что с вами посмотрели ролик, в принципе, там, про инкасс и аккредитив был рассказан. Мы сейчас еще коротко затронем инкасс, аккредитив, банковский перевод. Что это такое? Это, в принципе, стандартная схема оплаты в интернет-банке, ваше платежное поручение, оформление платежного поручения и передача на исполнение в банк. Соответственно, самый дешевый вид метода расчета, потому что стоимость платежного поручения, она фиксирована, да? Она понятна нам, и мы, исходя из этого, в принципе, и работаем. Ну, и инкасс и аккредитив — это два других инструмента, которые позволяют вам обезопасить себя с точки зрения получения денег. Ну, как вы видели, инкасс — это передача документов в банк, соответственно, это тот метод запросчетов, за который платит экспортер. То есть он передает в банк документы, соответственно, банк передает покупателю до оплаты этого товара, соответственно, контрагент ваш платит. товара, и ему передаются документы, связанные с отгрузкой этого товара. Есть нюанс один в том, что банк не гарантирует платеж в случае инкассовых расчетов. И риск неоплаты, он остается, он, конечно, меньше, чем просто банковский перевод на отсрочную платежу. То есть опять же, чтобы сказать, что мы здесь говорим про вариант с отсрочкой платежа. Ну и аккредитив. Аккредитив — это тот продукт, про который вы, наверное, многие слышали, который является, назовем его, наверное, и более надежным продуктом с точки зрения взрывных расчетов, но и он является, наверное, достаточно дорогим, потому что здесь у вас есть гарантия. Конечно, за гарантию надо платить. Кто будет за это платить, уже вы там дальше разберетесь. Мы сейчас с вами просто покажем эти схемы, как они действуют и почему, в какой момент возникают у вас обязательства. Но опять же, да, банковский перевод не акцептует документы, нет никаких гарантий по платежу контракта, минимальная стоимость. Соответственно, аккредитив, обратная стоимость, да, есть акцент документов, есть платеж по контракту, но и максимальная стоимость этого инструмента, потому что инструмент надежный. Саша, тогда расскажет, да, подойдите. Так, у нас есть три схемы, сейчас мы с вами с ним поговорим. Вчера, правда, добавилась еще одна, коллеги из открытия поделились опытом, вчера приходили. Есть еще одна схема, при которой, в общем-то, он становится дешевый, даже нулевой. Ну, правда, для лукойла, поэтому, может быть, тут нюанс был как раз именем все-таки. Смотрите, коллеги, на самом деле все достаточно просто. Ваш покупатель может так случиться, и достаточно часто происходит, когда он предлагает вам, а, работать на отсрочке платежа, и подтвердить свою платежеспособность, что он вам заплатит, выпустит в вашу сторону аккредитив. Вообще он называется letter of credit, письмо о доверии, или по-другому L-дробь-дочке, L-C. L-дробь-C. Иногда может быть такое даже предложение, L-C, да, L-C. Letter of credit. Почему это письмо о доверии? Вообще история аккредитивная очень давняя. Понятно, что ранее банки находились в разных точках, могли находиться в том же Америке, в разных штатах, и не было никаких свифтов, не было ничего, были только на лошадях, там скакали и так далее. Для того, чтобы я что-то продал, где-то получил, мог деньги в другом штате получить, надо было написать некое а-ля письмо о доверии. И один банк подписал в адрес другого банка, чтобы тот банк выдал вам эти деньги, потому что он доверяет вам и рекомендует вас обслужить в том банке. Такая очень давняя история. Сейчас очень все просто. Итак, ваш покупатель, импортер, выпускает аккредитив. Есть такой банк-эмитент, это тот, это банк его, который выпустит этот аккредитив. А кто в России с аккредитивами работает? Российский? Никто. Хорошо. Да, есть еще в России аккредитивная форма расчета. А кто работает с иностранными, уже работал? Есть? С какой страной? С Испанией. С Испанией работают. Отлично. Банк-эмитент выпустил. Что дальше происходит с аккредитивом? Ну, давайте так, но аккредитив это не бумажное, в документах сейчас это все электронно происходит. Что происходит дальше с этим выпущенным аккредитивом? Вот здесь первая схема, самая простая. Просто вам говорят, что он выпущен, и на этом вы успокаиваетесь. Успокаиваетесь. Все. Можно остановиться на этой схеме. Тут вообще денег практически никаких. Кроме того, что импортер или ваш покупатель заплатит деньги за выпуск этого аккредитива. Но вот здесь никто вам ничего не гарантирует вообще. Ну, вообще, по сути дела. Хоть и аккредитив, да. А аккредитив, правда, не в банк экспортер приходит? Вы можете оставить его у себя. Можете без банка. Такой вряд возможно. Тогда он в документарной форме будет, что ли? Тогда можно в документарной его сделать, да. В ценной бумаге. Но такая схема возможна. Но это ваша история. Конечно, сейчас работает вот так. Через свифты, через авизующий банк. То есть все то же самое. Он выпустил аккредитив. В наш банк поступает он. И наш банк, ваш, вернее, банк, которым вы обслуживаетесь, просто подтверждает, что да, вам пришел аккредитив, он выпущен, ну и соответствует, в принципе, правилам аккредитива. Чтобы по аккредитиву запомнить, правила какие читать? Знаем по международным аккредитивам? UCP 600. Это правила и обычаи, выпущенные международной торговой палатой. Называется UCP 600. У нас запишет там еще. UCP 600. Там прям прописано, каким образом прописывать все, что связано с аккредитивом. Как документы и так далее. Итак, ваш банк обязовал. Вот здесь у вас возникает стоимость. Вот за этот процесс банк российский берет деньги. Небольшой. За то, что он подтверждает, что это аккредитив есть. Внимание, аккредитив это форма постэкспортного расчета. Постэкспортного, коллеги, когда товар ушел, и наступила срочка платежа. Это не форма расчета, не связана ни с авансами, ни с предоплатами, ни с производством товара. А аккредитив для этого не используется никак. Использоваться не может. Он только подтверждает, что когда вы отгрузили товар со срочки платежа, у вас будет гарантирована оплата. Почему гарантирована? Он реально стопроцентен. То есть даже если банкомитент в моменте не будет иметь денег, на расчетном счету вашего покупателя, он заплатит тогда своим. Но это там вопрос, так сказать, обеспеченный, не обеспеченный. Мы сейчас не будем даваться уже в такую теорию. Для вас самое главное понимать, что это стопроцентный инструмент, когда вам оплатят. Но есть нюансы. При даже вот этих стопроцентах есть страны, при которых банки не авизуют, ну может авизовать, авизуют, но не подтвердят. Есть еще третья схема, когда банк исполняет или подтверждает аккредитив. Это самая дорогая схема, но в этой схеме после исполнения или подтверждения можно получить деньги раньше, чем аккредитив раскроется. Понятие раскрытия аккредитива. Смотрите, вы отправили товар. Прошел срок отсрочки. Товар уже находится... Как только срок отсрочки закончился, банкомитент раскрывает против документов. Внимание, против документов. Вот там документарный инструмент. То есть он не связан с товаром вообще. Вообще никому не важно, что с вашим товаром в моменте происходит. К банкам никак. Банк, получая определенный комплект документов, раскроет этот аккредитив, выплатит вашему банку, и ваш банк зачистит их на расчетные счеты. Все достаточно просто. Но, если кассовый разрыв, отсрочка платежа 180 дней, вот здесь выпустили аккредитив с раскрытием через 180 дней после поставки. Что делать? Вот 180 дней денег нет. Вот в этом случае исполняющий, подтверждающий банк может вас профинансировать досрочно, то есть после отгрузки деньги вам выплатить. Ну, соответственно, там есть такая история с дисконтированием. Не буду тоже вдаваться в эти глубочайшие подробности банковской истории. Все очень просто. За это вы заплатите, конечно, деньги. Просто вы должны понимать, что этот инструмент платный. Ну, понятно, раз он досрочно вас профинансирует, потом у него, у банка закроется риск путем оплаты, ну, этого раскрытия аккредитива через 180 дней. В этом случае банк проверяет все документы, смотрит, все ли у вас хорошо с этими документами. Еще раз, документарный. Коллеги, в аккредитиве самое главное не ошибиться в документах. Вообще вся проблема в аккредитиве, которые не раскрываются, это когда вы где-то ошиблись в подготовке документов при отгрузке. Вот просто тупо человеческий фактор сработал, и что-то в каком-нибудь документе там, не в той строчке что-то написали, не там что-то сделали. И поступив в документ, потому что в аккредитиве будет зашито четко понятно, почему и какие документы вы должны предоставить, и они будут сравнивать. Те ли документы вы предоставили. Если вы предоставили какой-то документ в банку будет отличие, он вам просто не раскроет аккредитива. Ну, просто вот не будет платить и все. Пока вы не измените или документ, или не перевыпустите аккредитив, что намного дольше. Расходы. Вот в этом случае расходы есть здесь, расходы есть здесь. Бывает так, что ваш замечательный покупатель может предложить вам такую безопасную форму расчетов, за которую желательно, чтобы вы еще и сами заплатили. Но тогда это будет для вас дорого, потому что вот здесь будет процент, и здесь будет процент. Если это в долларах, мне сложно сказать, коллеги сегодня расскажут, банки придут после обеда, мне просто будет интересно. Потому что вчера вообще сказали, для Лукойла стоил в ноль. Ну, понятно, Лукойл поставляет там за рубеж, есть банк топов, топ там какой-то 50 банков мира, в котором обслуживается его клиент, такой же крупный покупатель. Этот выпустил аккредитив, который, собственно говоря, наш банк только визовал, он даже его не подтверждал. И тот же банк, тот же сам банк произвел платеж, ну, то есть иностранный банк. Продолжение следует... Продолжение следует...